Правила безопасности. Прежде чем перевозить ОГЭ, водитель должен пройти подробный инструктаж по технике безопасности и иметь соответствующие водительское свидетельство. Для легкового транспортного средства должен быть оформлен допуск для таких перевозок. В обязательный перечень документов также входит маршрутный лист, утвержденный соответствующими инстанциями, товарно-транспортная, накладная, а также специальный договор. Опасные грузы важно. Перевозка всех опасных грузов производится в соответствии с нормами Международного соглашения принятого в Женеве ДОПЛГ. Заниматься такой транспортировкой имеют право только те водители, которые оформили лицензию на этот вид деятельности. Владелец авто должен позаботиться о том, чтобы в машине были огнетушители не меньше двух. Их, как правило, используют для обработки двигателя. Для борьбы с большим очагом возгорания понадобятся мешки с песком, ведро и лопатка. Недопустимо, чтобы груз соприкасался с нагревающимися частями автомобиля. Еще одно условие безопасности – наличие светоотражающих табличек. Без них не разрешается транспортировать ОГЭ. Важно! Предельно допустимый объем жидких веществ – не больше 240 литров на борту одного грузового автомобиля. Штраф и другие виды наказания. Несоблюдение правил перевозки опасных грузов – серьезное правонарушение. За него предусмотрен целый ряд штрафных санкций. Штраф за опасные грузы в частности, согласно предписанию, штраф за отсутствие ДОБОГ на машину – 1500 рублей звездочка – взымается. С водителей – от 5000 до 10 000 рублей звездочка – с должностных лиц за перевозку без разрешения и от 150 000 до 250 000 рублей звездочка – с компанией. За нарушение ПДД, парковку и стоянку в неположенном месте водители заплатят Госавтоинспекции – 2500 рублей звездочка – должностных лиц оштрафуют. Уже на 20 000 рублей звездочка, а юридическим такие нарушения обойдутся – 300 000 рублей звездочка. За техническую неисправность автомобиля водителей в Москве, если они являются владельцами. Оштрафуют на сумму 30 000 и 50 000 рублей звездочка. С должностных лиц Дорожная инспекция взыщет от 20 000 до 30 000 рублей звездочка, с юридических – от 50 000 до 100 000 рублей звездочка. За нарушение правил перевозки опасных грузов могут лишить водительских прав от 120 дней до полугода. Если чрезвычайная ситуация – авария – стала причиной серьезного загрязнения окружающей среды или гибели людей, водитель будет нести уголовную ответственность. Важно! Штраф за перевозку опасных грузов и автомобильным транспортом обязателен к уплате. Единственный способ не платить – соблюдать все правила безопасности движения. Стоит быть осторожным на дорогах. И помнить, что от действий водителя зависит не только его жизнь, но и жизнь тех, кто оказался рядом. Звездочка расценки штрафов актуальна на июль 2018 года.